На выставке медицинского оборудования в Москве широкой публике показали вот такую машину скорой помощи на базе фургона марки МАЗ. Есть деталь. Если мы попробуем закрыть боковую дверь, нам потребуется очень серьезное усилие, потому что это не просто скорая помощь. И буквы БР-3 намекают на то же самое. Перед нами бронированный автомобиль. Автомобиль сделан компанией Schwabe Спецавто, специально созданной совместно с нижегородской фирмой Промтех для постройки медицинских автомобилей. Мы посмотрели на белорусский рынок производителей и увидели там достаточно хорошие экземпляры. В частности, здесь вы видите МАЗ. Межгосударственная коллаборация действительно удалась. Ведь собираемый в Бресте фургон МАЗ, сильно напоминающий Мерседес-спринтер предыдущего поколения. Это не что иное, как китайский Джак Санрей. На выставке эти машины встречались с эмблемами МАЗа, Солерса и Швабы. Не хватало только оригинальных Джаков. При создании, на самом деле, мы полностью разбираем весь кузов, бронируем, потом собираем его назад. Он, естественно, стал тяжелее. Из-за этого пришлось доработать существенное шасси автомобиля, но МАЗ в наименьшей степени, чем то, что мы делали на базе Нивы. Подшипники, ступицы, рессоры усиливали, амортизаторы другие ставили. Четырехцилиндровый турбодизель Джак развивает 150 лошадиных сил и сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач марки Зомакс. С виду обычная зимняя шипованная покрышка, но на самом деле все куда интереснее. Дело в том, что внутри колеса есть специальная композитная вставка, и если пули или осколок пробьют по крышку, то да, воздух выйдет, но колесо не упадет на обод, машина сможет продолжить движение. Производитель таких колес гарантирует 50 километров пробега. В салоне поворотные кресла, носилки и мебель для медицинского оборудования. Тоже, кстати, необычная. Она сделана из металла и пластика, что обеспечивает с одной стороны долговечность, а с другой безопасность. У нас, как у холдинга, давно развиваются очень близкие отношения, во-первых, с медицинскими вузами, во-вторых, со всеми потребителями, это департаментами здравоохранения, различных субъектов, городов. Они на этапе создания говорят нам, что надо сделать, мы делаем, привозим им, они говорят, это надо переделать, мы переделаем, и только после этого создаем тот автомобиль, которым пользуются врач. Судя по разнообразию машин скорой помощи, представленных на российской неделе здравоохранения, проблем с такой техникой в России нет. Главное, чтобы она попадала к пользователям.